Украина тоже переживает миграционный кризис, но, так сказать, с обратным знаком. Из нашей страны уезжают. Причем даже количество мигрантов точно неизвестно. Оценки самые разные. Одни говорят, что уехавших 2-3 миллиона. Другие пугают, мол, в Европу перебрались уже не меньше пяти. Ясно одно. Это один из главных вызовов для нашего государства. Как на него отвечать? Галина Якушко анализировала потуги властей. Три билборда на границе Шегини, Украина. Остановить неиссякаемый поток трудовых мигрантов во Львовской области решили словом, печатным. И на всех выездах из страны установить рекламные щиты с патриотическими призывами. А еще во Львове должны проверить многочисленные агентства по найму работников за границу. И украинский закон компании тихо обходят, ютясь под скромными вывесками. Почти все конторы, которые отправляют украинцев за границу, называют себя турагентствами, которые помогают людям в визовых вопросах. Вот одна из десятков львовских компаний по найму. Тут говорят, у них все законно и легально. На работу устроят в любую точку Польши. Причем отправить обещают бесплатно. Деньги, мол, получают от заказчика. Все, что нужно. Иметь при себе украинский паспорт и документ для выезда за рубеж. Я раздужу и великий опыт на наших людей. Их уже тут не так много и лишено. У нас на Захидной Украине до Польши доездят уже очень много роков. Отправка рабочей силы за границу – дело прибыльное. А значит, и для мошенников привлекательное. Их могут довезти, например, до города и высадить, сказать, что сейчас там заберут вас, ждите. И перевезник может просто, например, выехать, их там оставить где-то в поле или на дороге и все. Вы с ними ничего не возьмете. Вы с нами ничего не подписываете. Но даже несмотря на возможные риски, желающих подшабашить в соседних странах хватает. Игорь – ловец потенциальных заработчан. Его офис – улица возле здания визового центра. Здесь его знает каждый, светить лицо не хочет, работает, хоть, скорее всего, без лицензии. Зато говорит – с гарантией. Ведь на кону его имя. В среднем – от 30 до 70 до 100. Там, где 100, то переважно доларь. Там, где 100 – переважно инфекция. Это одноразово вам нужно платить? Чи потом еще? Нет, одноразово. Одноразово за что? Ну, говорится, сколько вакансий, коштует, при выходе, не подходит. Домовляем за выезд. Будет их, перезаработать и ездить. И працюет. Ну, а какие-то... Гарантии? Ну, то есть, чтобы ей нам не выкинули? Я 8 лет занимаюсь документами. Ну, не мало смысла, понимаете. Людей Игорь отправляют в Польшу и Чехию. Это самые популярные направления для зарабичан в Западной Украине. Близко и довольно удобно. Италия и Португалия тоже в топе. Но туда ехать дальше и оформляться сложнее. Вот интернет-группа «Работа в Польше». Каждый день тут выставляют по 200 новых вакансий. Ищут работников из квалификации и без. Возраст не имеет значения. Ехать можно хоть сегодня. Так почему же люди уезжают за рубеж? Мы провели свой опрос в соцсетях. На социологические исследования не претендуем. Но общее представление сложить можно. Одни едут за новыми впечатлениями. Другие хотят увидеть мир. Но большинство все же хочет заработать. Кто-то на новую квартиру, кто-то на свадьбу. Кто-то просто на каменный забор в селе. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Ведь любовь к родине не выдерживает зарплатных испытаний. Вот немного наглядной арифметики. Популярная для заграничного найма профессия строителя. В Украине строители получают в среднем около 10 тысяч гривен. В соседней Польше около тысячи долларов. Официанты, повара, водители, сборщики урожая. Разница в зарплатах почти по всем позициям в два, а то и в три раза. Это якут, забытый Богом и людьми. Тут нет ничего. Село Подусельно. На границе трех областей. Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Это типичная вымирающая деревня. Каждый третий дом тут заброшен. В некоторых живут одни пенсионеры. В остальных окна и двери заколочены. Видите, хата повалена. Хата повалена, хата повалена. Официально здесь живут около 300 жителей. И половина из них на заработках в Италии, Польше, Германии и даже России. Домой приезжают только по большим праздникам. Владимир Дикий. Профессиональный зарабетчанин. За границей провел полжизни. Даже с нами говорит на чешско-украинском сужике. За это время в Праге до начальника дослужился. Отвечает за склад. Теперь у него в подчинении 5 работников. Из них 4 – наши соотечественники. Так, иду по празднику. Привет, привет, добрый день, добрый день. И все по-украински здороваетесь? Так, много даже. На заработки Владимир уехал 20 лет назад. Дома оставил жену с тремя детьми. Я была им за тата и за маму. Плакал. Скучно, сумно. Поговоряйте, не мазки. Ну, батьковской любовью, батьковской ласки бракувало детям. А теперь же они имеют свои дети. Взрослый сын Михаил в детстве на отца обижался. Сейчас все понял. Когда у самого появился ребенок на содержании, вместе с мамой и женой зарабатывают около 15 тысяч гривен. Живут в общежитии. Денег, конечно, не хватает. И теперь уже Михаил, который сам рос фактически без папы, готов повторить его судьбу. Поеду, конечно. Тоже тут не заработаешь на 7-8 тысяч. Каждый сезон, сейчас, даже на осень, будет все дорожать. Так возникает зарабетчанская преемственность поколений и дефицит рабочих рук в Украине. Многие просто не видят перспектив на родине. Хотя это не так. Кадровый голод понемногу меняет рынок вакансий и зарплат. Эти парни зарабатывают здесь, в Украине, 15 тысяч гривен. А многие их коллеги и того больше. Потому что работают много и качественно. На стройку их привел Роман. Он тоже был на заработках в Чехии. Но решил вернуться. Теперь у него в бригаде 12 человек. Занимаются фасадными работами. Тут перспективы на большее. Я приехал сюда, я подивился. Брак рабочей силы. Отповідно, работы очень много. Я надзвичайно зараженный работаю. Роман рассказывает, вернулся, чтобы видеть, как растет дочь. Ты проходишь домой, чуешь детский крик. Она всегда поднимает настроение. Без того никуда. Там ты этого не чувствовал. А особенно, когда поспілкуешься с детьми на отстане. И чуешь детский плач. Детина, дата, скучает. Но виртуальное общение уже в прошлом. Этой осенью он лично за руку отвел дочь в первый класс. Детя, дитя, дитя. Детя, дитя, золотко. Далина Якушка, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов.